Здравствуйте! С вами передача «Станция спортивная» и ее ведущая Елена Пантелева. Сегодня мы хотим вам рассказать о таком важном виде спорта, как северная ходьба. Пусть он не так популярен, как хоккей или футбол, но набирает свои обороты. Мы посетили тренировку с профессиональным тренером, о чем хотим рассказать вам. Что же такое все-таки северная ходьба? На данный момент северная ходьба – это огромная культура, которая развита во всех направлениях. Это направление самое основное – спорт, которое у нас идет в трех дисциплинах. Это гонка, техника, нортик скиллз и эстафета. Также огромное количество – это метод медицинской реабилитации. Это огромное поле туристических маршрутов. И это, конечно, активная физическая активность для всей семьи, которая доступна всем. Это что, молодой вид спорта? Северная ходьба сейчас достаточно омолодилась за последние пять лет. Если буквально четыре года назад средняя категория спортсменов у нас была 50+, то спустя четыре года мы проводим соревнования, достаточно очень серьезные, в том числе и на территории. Основные рейтинговые соревнования у нас проходят на территории Ленинского городского округа. И сейчас это средний возраст спортсменов у нас уже 42. То есть это средний возраст. То есть основной вид – это молодежь. То есть сейчас много молодежи, потому что люди поняли, что это не уступает бегу, это не уступает плаванию по кардионагрузке. И самое главное, что это доступно. То есть этим можно заниматься всей семьей. В любое время, в любом месте. Для этого ничего не нужно, только палки, кроссовки и желания. Мне нужен тренер, я могу взять палки и просто пойти. Что мне нужно сделать? Для того, чтобы заниматься северной ходьбой, как видом спорта, как реабилитацией, здесь самое основное – не навредить. Поэтому инструктор по северной ходьбе нужен обязательно. И у нас в Ленинском городском округе северная ходьба сейчас очень набирает обороты. Даже федерация северной ходьбы у нас зарегистрирована в Ленинском городском округе. Это областная федерация. И вы можете в любом муниципалитете Ленинского района, Ленинского городского округа заниматься северной ходьбой. Есть разные группы. Есть группы, обязательно это Московское долголетие, да, наше, где занимаются люди 60+. А также есть много групп, которые фитнес-группы и группы спорт, где уже непосредственно инструктора подготавливают спортсменов к соревнованиям не только муниципального уровня, но и общероссийские. Насколько легко себе навредить неправильной техникой? Ну, вот сегодня на открытом занятии, да, которое мы здесь проводили с спортсменом, с любителями, но в том числе здесь были даже наши спортсмены из района, я показала основные ошибки, что навредить себе можно. Поэтому я все-таки призываю, у нас проходят бесплатные занятия, да, и на этих бесплатных занятиях все сертифицированные наши инструкторы, они помогут овладеть правильной техникой северной ходьбы. То есть навредить себе на самом деле можно любым вообще делом, которое ты будешь делать неправильно. Я сегодня попробовала северную ходьбу, мне понравилось. Как бы я могла влиться в ваше движение? Наше движение, ну, я уже упоминала, да, что у нас очень много групп, которые проходят на территории, занятия проходят на территории Ленинского городского округа. Вы где живете, Елена? В шестом микрорайон. А вот как раз-таки у нас есть инструктора Елена Маркина, это спортсмен, наш областной спортсмен, который участвует во всех соревнованиях, и она также ведет группу, у нее есть несколько групп, вот одна из групп у нее, кстати, в шестом микрорайоне, и вы можете присоединиться к этой группе, там у нее группа спорт и группа фитнес, то есть спорт это где готовятся спортсмены непосредственно к соревнованиям, то есть там уже достаточно такие, а так как новички, они могут присоединиться к группу фитнес. Также у нас проходит соревнование в парке Апаренке, здесь очень современная трасса для северной ходьбы, одна из лучших в Московской области, собственно говоря, поэтому она и выбрана у нас как основная трасса для проведения соревнований. Вот, и здесь у нас ведут два инструктора, тоже Рыжов Виктор и Елена Маркина, также здесь тоже проводят занятия, вы можете присоединиться как на ознакомительное занятие, так и в платные группы, которые уже готовят спортсмены. Скажем спасибо Марии и перейдем от слов к делу. Сперва обязательная разминка. Поставим на пятку, снова носок, пятка, раз. При занятиях северной ходьбой нельзя пренебрегать разминкой, как и в любом другом виде спорта. Разминка нам необходима для того, чтобы подготовить мышцы, суставы и связки к работе. Обычно она начинается с верхней части тела и постепенно переходит вниз, заканчивая стопами. Упражнения могут проводиться как с использованием палок, так и без них. Разминка важна для всех возрастных групп. Основательно размявшись, все участники отправляются на трехкилометровую дистанцию. К сведению, работа мышц в северной ходьбе достигает 90%. Эффективность ходьбы зависит, конечно же, от техники. От ведения руки, ширина шага, переката стопы и, конечно, скорости движения спортсмена. Средний североходец проходит один километр за 8,5 минут. Но есть спортсмены, которые проходят один километр менее чем за 5 минут. Так ходят рекордсмены России, при этом соблюдая технику. Северная ходьба – это прекрасная возможность совместить спорт с туризмом. О таком направлении нам расскажет руководитель туристического направления «По миру с палками». Я очень люблю это направление. На самом деле, эта идея пришла совершенно случайно. Когда я начала заниматься северной ходьбой, стала больше ходить по паркам и обращать внимание на то, что есть красота вокруг. В частности, эта идея пришла в Коломенском, когда я дошла до самого дальнего уголка. И где есть деревянное зодчество, мало кто об этом знает, там есть такой островок, архитектурный музей. Я думаю, ну почему бы вот не идти, чтобы кто-то еще об этом рассказывал. И вот как-то потихонечку-потихонечку эта мысль начала развиваться. И она выросла в такое направление, как туризм. И теперь это экскурсии с палками для северной ходьбы, и поездки, и туры в том числе. В частности, в «Видном» мы тоже были не один раз. У нас было точно совершенно две экскурсии в замечательную усадьбу Суханово. Кто об этом не знает, я всем рекомендую. Во-первых, есть где походить. Там можно приходить с экскурсоводом, аккредитованным. Если договориться с администрацией, тебе еще откроют и вход в лице, там есть что посмотреть внутри, да, и напоят, накормят тоже в том числе. Вот. И Ленинские горки. Про Ленинские горки рассказывать просто даже не стоит. Там пешеходных маршрутов можно сделать на целый день. А уж если, опять же, у тебя аккредитованный экскурсовод, то просто полностью будет информация. Вот. Поэтому это, для меня это туризм, это и физическая, и культурная составляющая. В том числе я обожаю это направление, очень люблю. Как далеко можно ходить и как высоко можно подняться при туристических маршрутах? Смотрите, как далеко. Маршруты могут быть разные. И зависит, поскольку все-таки у нас групповые туры. Туры у нас порядка до 10 человек мы собираем. И далеко можно ходить по-разному. Зависит от физической активности группы, от физического состояния. Это может быть 10 километров, если люди, так скажем, не очень подготовленные, и до 30 в день для нормального человека. Это тоже подходит, в принципе, тропа Паустовского в Рязани. В любых направлениях ходи и делай ее по-разному. Вот. Как высоко. Если все-таки мы говорим именно о северной ходьбе, то это не очень высоко, поскольку она все-таки подразумевает определенную технику. Дальше, если выше, уже идет просто трекинг. Абсолютно, точно. А это немножко другая техника. А этот участник своим примером доказывает всем, что занятия северной ходьбой и прогулки с годовалым ребенком можно запросто совместить. Алексей, как вы пришли в северную ходьбу? Пять лет назад. Ногами, да? Ногами пришел. На самом деле послужило два повода. Первый – это мои пациенты, которые у меня спрашивали при работе с ними о том, стоит ли заниматься ходьбой. И тогда у меня возник вопрос, что это. И я по рекомендациям своих наставников пошел изучать и понял, что это нужно изучать. И изучив северную ходьбу, отучившись на инструктора по ходьбе, я пошел на первое соревнование. Мне это настолько понравилось и захватило меня, что я уже пять лет профессионально этим занимаюсь. Глядя на вас, я понимаю, что вы ищете не оправдание, а возможность. То есть северной ходьбой мы можем заниматься даже с ребенком на груди. Абсолютно поддерживаю. Считаю, что северная ходьба – это не только способ реабилитации, заздоровление или спортивные виды спорта, это прежде всего хорошее времяпрепровождение. И при наличии детей этот праздник утраивается. Потому что одного ребенка можно посадить с кенгуру сзади, второго спереди, остальные рядом могут бежать. В завершении мы решили поставить следственно-спортивный эксперимент. Ведущая прошла интенсивным шагом небольшую дистанцию вокруг поляны и решила спросить Марию, сколько же съеденных пончиков она сожгла. Я сейчас прошла круг северной ходьбой с палками. Сколько пончиков я сожгла? Так, ну у нас здесь все измеряется достаточно очень просто. Один большой круг – один пончик. То есть даже не четверть пончика? Один большой круг – три километра – это один пончик. В среднем сжигается за час ходьбы 800 килокалорий. Так же, как примерно бег активный. И вот, ну, вы сами считаете, три километра – это где-то полчасика. А на сегодня это все. С вами была ведущая Елена Пантелева. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова